Вот Байден при Део, порядок на Ведео. Вас изнасиловали при нем. Порошенко дурак, населенский дурак. Почему Крым таки отошел к России? Это было обговорено. Есть ли какая-то перспектива у Украины вступить в НАТО? Германия никогда не проголосует за вступление в НАТО. Мы делаем работу дьявола. Мы все боимся поротой задницей. Путин с табуретки упал, когда я это услышал. Вы русский или американец? Ты хочешь, чтобы мы воевали? Ты войны хочешь? Гарри Табах Родился 21 февраля 1962 года в Москве. Американский военный деятель, капитан первого ранга ВМС США. В 1976 году с родителями, старшей сестрой и бабушкой эмигрировал в США. Получил звание лейтенанта военно-морских сил США и диплом фармацевта. Закончил парашютно-десантную школу. Стал медиком военно-морской службы США при морском десанте. В 1991 году стал специальным представителем президента США Джорджа Буша-старшего в странах бывшего СССР. В 1997 году служил в специальной военной наблюдательной миссии США в Грузии. В 2006-2008 годах глава Международного антитеррористического центра НАТО в Турции. Бывший начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве. Награжден орденом Легиона доблести за службу в Ираке и Турции. Добрый день, Гарри. У нас программа называется «Правда». Я бы попросила вас говорить правду, говорить откровенно, потому что от того, что вы скажете, как вы скажете, будет складываться впечатление наших зрителей о той фигуре, о той личности, с которой мы ведем беседу. Спасибо, что пригласили. Наталья, «Правда» и «Только правда» и «Ничего, кроме правды». Спасибо. Гарри, так кто же вы на самом деле? Вы русский или американец? Меня в Польше когда-то тоже на телевидении спросили, потому что этот вопрос их очень беспокоил. Они меня спросили, ты русский, американец или еврей? Я им сказал, в моей стране ты можешь быть иудейской вероисповедания, русской культуры и быть американцем. Ты также можешь одновременно в этот момент быть гомосексуалистом, чернокожим, и никого это волновать не будет. Я американец, моя культура американская, оно в Америке, мы все, кто говорил по-русски, нас назвали русскими. И если бы вы позвонили в Пентагон, когда я служил в вооруженных силах, сказали, позовите русского к телефону, они крикнули, Юра, тебя к телефону. Но культуру, конечно, и я вырос в то, что называется русско-еврейская культура. Сначала о вас. Вы родились в России, вы родились в Москве, вы прожили 14 лет в России, потом вы уехали в Америку. Почему вы уехали из России? Там было много причин. Моя мама была продуктом ГУЛАГа, мама была как бы сирота. Ее отца после войны, моего дедушку арестовали и посадили. А мама ее умерла в эвакуацию в Алмате. И моя мама, у нее никого не было, она пошла за дедушкой, она вот там жила, росла, рядом с лагерем, по этапам шла. У моей мамы было очень такое нехорошее чувство о советской власти в целом. Ну и у моего дедушки тоже. Мой папа был ученый, он был профессор. А какой дисциплины? Мой папа был, ну, первоначально он был зубной врач, стоматолог, потом он был хирург, потом он писал какие-то научные работы. И так как мой папа был, так как моя мама была такой продукт ГУЛАГа, то мой папа был чрезвычайно интеллигентный. И так как бы в семье у меня мама была такая, играла роль папы, а папа играл роль мамы. Он был ласковый, добрый. А хулиганы, которые собирались возле подъезда, возле дома, когда шла моя мама, и они ко всем приставали, когда шла моя мама, они ей говорили, здравствуйте, давайте мы поднимем вам сумки. Она на их языке разговаривала. Могла и треснуть одному из них. И потом мой папа попал в неприятности, потому что он написал какую-то работу, ее напечатали на Западе, сказали, чтобы он отрекся от этого, он не отрекался. В общем, мой папа оказался неудел. В 72-м году мои родители решили уехать. Заняло 4 года. У меня вся династия врачей в семье. Мою сестру, которая закончила школу с золотой медалью, красной медалью, в институт не приняли, в медицинский. И они решили, мои родители, что для детей будущего в этой стране нет. И как раз, когда мой дедушка умирал, он сказал моему папе, увози всех отсюда, здесь толку не будет. И моя мама, моя мама была психиатром. Но так как мой папа уже был непригоден, моя мама ввела дело медицинское на меня, что я психически ненормальный. Не уравнивается, что так, что к армии. Они боялись, что меня в армию не забрали, когда я вырос, что я в армию не гожусь идти. Ну и когда рассматривали выпускать, вот то, что нас назвали хлебных евреев, за хлеб обменивали нас, за зерно. Вот таких негодных, которые не могли принести никакой пользы для Совета, для Родины, их отпускали. Вот в 76-м году, через 4 года нас выпустили. И в течение, там я не помню, недели или пяти дней мы должны были покинуть Советский Союз, сдать паспорта, гражданство и все такое. И мы уехали. Это было для вас страшное время вообще? Как вы это пережили? Будучи еще, в принципе, ребенком, мне было интересно. Но с другой стороны, конечно, у меня все-таки были друзья, знакомые, родственники, мой дедушка любимый. Они оставались, и в те времена мы понимали, что мы их никогда не увидим. Даже не то, что не увидим, мы никогда с ними больше говорить не сможем, писать письма. Это будет все стерильное очень. И мы уехали. И уже в 85-м году, когда был Горбачев, уже стало легче, люди могли ездить и навестить друг друга. И мой дедушка попросил, чтобы его упустили. Они сказали, ну через год еще, он говорит, у меня года нет. И он умер. Так моя мама никогда его и не увидела больше. Вот поэтому советская власть, Россия, для моих родителей было очень тяжелым воспоминанием. И, конечно, это отражалось на мне тоже. На всех на нас. Вот все мы, которые тоже назывались русские в Америке, все были чем-то... Ну, для всех советская власть была вражеская. Но, насколько я знаю, вы же после того, как уехали в Америку, когда начали работать, то вы очень долгое время проработали в Москве. Почему вы туда вернулись? Ну, не только я. Я учился и служил со многими, что называется, русскоязычными ребятами. Большинство из них было из белогвардейских семей. Они были такие династии офицеров. Это было для меня очень сложно, потому что я был не из династии. Да, вот, кстати, давайте мы вернемся сейчас к этому вопросу. А вот почему у вас династия врачей? Насколько я знаю, у вас первое образование, тоже вы фармацевт. А почему пошли в армию? Ну, потому что я хотел всегда. Я хотел всегда. Мои родители всегда были против этого. Ну, потому что все погибли на войне. Это понятно, что люди... И мои родители прошли через войну. Поэтому все, кого я знал, а семья была небольшая, потому что все погибли или от геноцида, или на войне на фронте, семья была маленькая. У меня там не было много кузенов, двоюродных, троюродных братьев. Моя мама и папа тоже были как бы одинокие. И у них не было ни братьев, там, сестер. Так, а почему захотелось служить в армии? А я не знаю. У меня есть анекдот про это, но это не анекдот, потому что, когда вы пошли в первый класс в Советском Союзе, а так получилось, что мы жили в районе МВД. Там то ли штаб МВД был, военная база МВД была, много милиционеров, много вот этих бордов с поконами ходили. И дом, и в школе у меня в классе учились в основном дети из МВДшной семьи, и в доме жили. Так получилось. И когда учительница в первом классе говорила, там, встань, скажи имя, отчество, фамилию, кем папа работает. Как только папу, мы про маму не спрашивали. И там сразу, говорит, я Александр Васильевич Миронов, мой папа милиционер. Он говорит, о, Сашенька, ты хороший мальчик, папа твой защищает людей от бандитов. Все, гордись своим папой, садись хорошим, Анна Сергеевна Миронова, Новикова. И он говорит, мой папа военный. О, папа, родину защищай ты. Ну, а моя фамилия Табах, поэтому я где-то в конце алфавита. И я сидел и ждал, что сейчас тоже мне скажут, что у меня папа тоже молодец, и я молодец. Хороший мальчик, гордись своим папой. Я встал и сказал, меня зовут Юрий Зинович Табах, мой папа зубной врач. И учительница на меня так посмотрела, какую социальную пользу мой папа приносит, непонятно. Он где-то там с паразитами. И она сказала, ну ладно, садись, в общем. И меня так расстроился, что я сказал, что я стану военным, чтобы не позорить своих детей. Нет, я думаю, когда меня всегда отговаривали от этого родители, потом они думали, что это у меня пройдет. Но как-то мне папа, мой отец, сказал, что я родился таким. Это вот с детства было видно, что я интересовался только военными книжками, только военным кино. Только игры мои все заключались, там, пистолеты, солдатики. И даже спортом, которым я занимался, конкуром и стиплчейсом, он тоже военизированный. Потому что там были сапоги, галифе, лошади, надо было прыгать. Это тоже такой буденовский, как бы кавалерийский спорт. Вернемся к тому, как вы начали учиться вместе с детьми белогвардейцев. И почему же все-таки в Россию, почему в Москву вернулись? Ну, мы, конечно же, все были, они были все очень сильные антисоветчики. И я тоже, и мои родители. Это то, что у нас у всех было общее. Там были не только белогвардейцы. Там, допустим, парень в классе выше меня, его отец у Власова служил. Мой близкий друг, у него дед был начальником штаба у Врангеля. Вот я до сих пор с ним дружу, мы очень близкие с ним. Когда началась дружба между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки при Горбачеве, вот мы обменивались, приезжали военные делегации в США. Мы, те, кто говорили по-русски, нас, конечно же, посылали в Советский Союз. И мы видели, насколько там люди... Ведь люди-то, они хорошие. И они были рады видеть американцев. Мы для них были зверюшки такие, которых они никогда не видели. И они, не могу сказать, там преклонялись при нами, но они завидовали. Они говорят, а почему у нас так нет? Почему у нас так нет? Ну и когда пришел Горбачев, всем нам была дана надежда, что все, Россия, Советский Союз, они сейчас войдут в цивилизованный мир. Все, они поняли, что... Мир, дружба, жвачка, Кока-Кола. Да, ну люди-то хорошие, понимаете? И они как бы говорили нам, да, у нас горе тут произошло. 70 лет над нами эксперимент ставили. Вы были правы. Передо мной даже многие извинялись. Извини, что так вот с твоими родителями поступили. Извини, что вот так к евреям относимся. И так далее. И когда уже Советский Союз распался, многие из нас посчитали, что вот сейчас есть возможность, что мы сможем помочь. Во-первых, обезвредить Советский Союз, обезвредить оружие массового уничтожения. Это вот чем я занимался. Мы сможем бороться с терроризмом, потому что терроризм стал тогда совместно с Россиями, потому что у нас много чего общего. Мы все любим музыку, мы любим еду, мы любим кино, мы любим женщин. Это общее у нас было очень много. По сравнению с другими культурами, допустим, с арабской культурой. Там у нас общего почти что ничего нет. Многие из нас посчитали, что мы обязаны тогда помочь Советскому Союзу и России выйти из этого обыса, из этого кошмара. Мой папа сказал, что у нас ничего не получится. Я сказал, нет, там люди хотят поменять, там люди хотят поменять. Когда мой папа умирал недавно, он мне сказал, ну что, ты потратил много лет и много сил, и ничего там не поменялось. Ну, конечно, обидно это, потому что, хотя это помогло моей карьере военной, но, конечно, хотелось бы, чтобы в России люди жили нормально, и Россия вела себя, была частью общества всемирного, а не маргиналом. А как вы думаете, почему не получилось? Ну, причин много. Причин много. Например, я вам скажу, что для меня там белорусы, украинцы, русские, это был совершенно один народ. Я никакой разницы в них не видел. И пока не случился Майдан, я этого не осознал. Вот, когда случился Майдан, я понял, что нет, вы не русские, у вас нету этого вируса крепостного. Ну, я опять же, я обобщаю. Ну, вот как народ там стоял на Майдане, вы можете это назвать, как хотите, там, казачья, кровь или гены. Но то, что народ стоял, то, что они не рабы, это было явно видно. И даже видно, когда вот арестовывали Саакашвили, народ налетал, он его отбивал. Я не говорю, там, это правильно или неправильно. Я говорю, что это было видно, что они не слушали полицейских, они не рабы. Они налетали на полицейские, говорили, нет, неправильно. А в России нет, это было видно, что за них хватают из толпы кого-то полицейские и тащат в автозак. Все остальные не вмешивают, все остальные стоят. Ну, его схватили, потом этого схватят. Может быть, меня это обойдет. И вот эту разницу я увидел, и я понял, что в России то, что говорили умные люди, интеллектуальные люди, что даже охранники в тюрьмах, в лагерях, они говорят, даже если мы их выпустим, они все равно зайдут обратно, только еще нас затащат туда. Они не хотят уходить оттуда. Это вот крепостное такое мышление. Это писали многие, я сейчас не помню, кто это написал, Тютчев, может быть. Он написал, что вот, что христианин подошел к барскому дому, встал на коленях и стоит. Знает сукин сын, что буянит, стоит. Вот это такое вот проявление бунства. Ну да, оттуда же это выражение, что мы все боимся поротой задницей. Вы сделали вот достаточно завидную карьеру, несмотря на то, что профессия же евреев, обычно там музыканты, художники, дизайнеры, врачи. Вот вы полностью поломали стереотип, сделали прекрасную карьеру. Ну это стереотип, потому что это неправда. Я очень долго, много времени этому уделил. Это неправда. Во Второй мировой войне участвовало где-то евреев где-то 3% населения, а участвовало где-то 4%. Значит, больше вносили, чем свою долю. В вооруженных силах в Америке у нас тоже где-то 3% евреев, и где-то 3,5% в вооруженных силах служат. Ну в Израиле все евреи служат. Поэтому это стереотип у Наполеона. Это был Барак Юзелевич, полковник, который при Астерлице погиб. Это не так, это просто стереотип, который был построен еще в Российской империи, потому что евреи жили в оседлости, они не могли занимать чиновничьи должности, не могли быть офицерами, а еще были кантонисты. Когда детей брали и крестили, и насильно там их заставляли есть свинину, и эти сержанты жесткие били, издевались, пока они не покрестятся. Но, кстати, Нахимов, вот он выходец из кантонистов, его отец выходец из кантонистов. Так что да, это есть такой стереотип, но он неправильный. Например, у нас в Соединенных Штатах Америки наш ядерный подводный флот был создан Хайм-Рековером евреем. И так далее, и много. Наш Каммодор, который был очень бравый, был еврей Юрая Пил Иви, он отменил побои во флоте, чтобы у нас флот первый был, который отменил телесные побои матросов. И у нас много таких, но стереотип здесь, в этом районе, что евреи не воюют. Там Иван на фронте, Абрам в Ташкенте, да. Но вы, мало того, что династию врачей разбавили, вы военный, и, насколько я знаю, ваша дочь тоже, да? У меня, ну, первый наш рожденный, это моей сестры, сын. Он летчик военно-морской. А моя дочь, она корабел. На корабле она... Так красиво звучит корабел. Ну, она на корабле офицер. На корабле она служила 4 года, а теперь она стала военным прокурором. Ее послали учиться на юриста, и она стала военной. Сейчас она военный прокурор. Но он говорит, что скучает по кораблю. Хотя на корабле это очень тяжелая жизнь. Ну да. Ну, а почему вот дочь выбрала такую профессию? Как ты с вами говорила? Ну, я думаю, это было довольно-таки... Я не знаю, потому что я всегда настаивал на том, чтобы дети не делали то, что делают родители, потому что я пережил это. Я не хотел быть ни врачом, ни фармацевтом. Я никем не хотел быть, кроме как военным. Но такое было давление в семье, что вот это был единственный компромисс, что я стану как бы военным медиком. И я все равно выучился на военного, получил военное образование. И мой племянник по какой-то причине тоже решил стать летчиком. Что, в принципе, у нас невозможно. Но это один из десяти тысяч, один из двадцати тысяч, которые становятся летчиком. Все идут, хотят быть летчиком. У нас это в Америке, да? В Америке, да. А почему это невозможно? Это очень сложно. Это как космонавтом, военно-морским летчиком стать. Это отбор очень жесткий. И начнет десять тысяч, а закончит там десять человек. И, ну, от самого начала до самого конца. Ну, я примерно говорю, что мне критиковали, что я говорю неправду. Я говорю, что это просто очень сложно. Я утрирую, может быть. Но у него получилось, он стал летчиком, и он служил, он три раза был в Ираке. А потом моя дочь тоже после школы, она вдруг в старшем классе сказала, что она хочет быть тоже офицером, хочет послужить немного во флоте. И она тоже стала офицером. А потом мой сын. И мой сын думал, что это часть образования, что ты заканчиваешь школу, идешь в училище, потом служишь немножко, а потом делаешь, что хочешь. И вот мне пришлось ему объяснить, я сказал, нет, если ты не хочешь быть, то не делай этого. Ты хочешь быть? Он говорит, не очень. Он говорит, я хочу быть актером. Я говорю, ну тогда будь актером. Не делай то. Это не надо делать то, потому что я это сделал, и мне это нравилось. Это так получилось. Просто, я думаю, ну, неплохо. Я вроде довольна. В вашей жизни были же не только учеба, консультации. У вас была служба в горячих точках. Вот что вы вынесли после вот этих настоящих боевых операций? Я вынес то, что, как сказал один из моих сержантов, я его как-то спросил, зачем мы это делаем, чем мы вообще занимаемся. И он сказал, потому что он погиб. Он сказал, потому что мы делаем работу дьявола, работу беса. Наша работа — это работа беса. И чтобы ее делать правильно, мы должны быть святыми. Он сказал, вы святой, поэтому вы делаете ее правильно. Я вынес также из этого то, что страдают больше всего гражданские люди, которые никакого отношения к этим воинам не имеют, которые хотят, чтобы их просто оставили в покое, чтобы они могли посадить этот огород, собрать, прокормить свою семью. И они даже многие не понимают, зачем и что происходит. И они самые большие жертвы во всех этих войнах. Также я вынес, что люди, которые близки друг к другу, занимаются самыми зверскими вещами, как в Югославии, или как сейчас между Россией и Украиной происходит. На ваш взгляд, почему это происходит? Между близкими? Потому что есть амбициозные люди, которые отравлены властью, отравлены отравлены самими с собою и хотят завоевать других, хотят отнять от других то, чего у них нет. Михаил Веллер это очень хорошо объясняет в своих рассказах. Потому что если ты живешь рядом с кем-то, у кого, так человек создан. Если ты живешь рядом с кем-то, у кого машина лучше, чем у тебя, а ты не можешь такую же машину, может быть, отнять ее надо или своровать. Если ты живешь с кем-то, у кого больше свободы, чем у тебя, ты ему завидуешь, ты хочешь, чтобы у нее тоже не было у них свободы, чтобы они сидели с тобой в камере. Но есть же какие-то международные законы, которые должны защищать? Нету международных законов, есть международное право. Я как-то сидел в Израиле, в кафе, и ходили рядом, сидели девушки, наверное, из этого региона, отсюда, чрезвычайно красивые, в мини-юбках, смеялись, пили кофе, пили лимонад. Я еще сорвал оливку, а где-то, где ваша студия заканчивается, идет решетка. И тут деревья, зелень, капельная это, а за решеткой выжженная земля. Чуть дальше стоит верблюд, а возле верблюда сидит араб на корточках и смотрит обратно на меня. Я думаю, вот эта картина, где я сижу, и картина, где он сидит, он наверняка хочет меня убить. Он не понимает, почему я, он думает, что я живу так, за его счет, что я его грабанул, и он живет. Конфликт Израиля и арабского мира, это не из-за земли. Если вы посмотрите на карту, сколько земли у арабов, она пустая, и сколько земли у израильтян, и она забита людьми. Это конфликт цивилизации. Это свободные люди, свободномыслящие, живущие в высокий уровень жизни, а эти богатые, с нефтью, золотом, с чего там еще у них есть, но нищие. Они не могут понять, почему они так живут, что у них там коррупция, что их там репрессируют, и они должны это отнять у израильтян. То же самое это происходит везде. Россия видит, вернее, российские вожди, российский вождь, видит, что Украина начала процветать, что она хочет быть частью Европы, частью НАТО. экономика растет, люди начинают жить, разные каналы вещают разное. На этом канале они говорят, что Порошенко дурак, на том канале они говорят, что Зеленский дурак, здесь они говорят, что это... Ну, в общем, вы понимаете. А у них этого нет, поэтому это надо отобрать, это надо пресечь, потому что же люди внутри страны, эти крепостные скажут, а почему у них так, а у нас так. Не годится. Если говорить о президентах Порошенко и Зеленском, у кого лучше получается решать... Ни у кого. А какое место занимает Украина в интересах Америки? Никакого. По вашему мнению, почему не сработал Будапештский меморандум? Почему Крым таки отошел к России? Ну, Крым отошел к России не из-за меморандума, а потому что я считаю, что это было обговорено. Поэтому Байден, будучи тогда вице-президентом, который отвечал за Украину, позвонил Турчинову, насколько я знаю, и сказал, сдавать Крым, не стрелять, иначе мы вас там санкционируем. Это самый уязвимый момент для Украины. Вице-президент Америки говорит, ничего не делайте. Поэтому я был очень удивлен, когда украинцы все говорили, вот Байден при Део, порядок на Ведео. Вас изнасиловали при нем. Его сын орудовал здесь, коррупцией занимался, и он тоже. Расследуйте. Хотя он вам обещал, что Путин не будет у власти так долго, когда он придет, и он будет с ним жесткий. Стал ему звонить, приезжать сначала к нему, звонить ему, потом вам. Посла до сих пор нет в Украине. То есть он дает гарантию таким образом Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО. Есть ли какая-то перспектива у Украины вступить в НАТО? На сегодняшний день никакой. А в чем главная опасность сейчас для Украины? Выполнение минских договоренностей. Если Украина начнет их выполнять, я боюсь, что у вас будет гражданская война в стране. И это то, чего добивается Путин. Ему нужна смута, ему нужна, чтобы у вас была гражданская война, чтобы в Америке была смута, чтобы в Европе была смута. Он КГБшник. А какие есть другие какие-то способы, кроме войны, для того, чтобы исправить ситуацию? Очень простой способ – сдаться. Других? Легче всего. Ну а какие еще могут способы? Вы или деретесь, или вы или идете на пулю, или сидите ее и ждете. Это ваш выбор. Украина сегодня не 14-й год. Ваша армия подготовленная, ваши офицеры опытные, обстрелянные, и даже генералы. И просто так они не пройдут. Они это понимают, что здесь будет кровавый венегрет. За 8 лет какие изменения вы увидели в Украине, как поменялась Украина? Вообще я вижу очень много изменений. Во-первых, я вижу очень много строительства. И вот как бы тут плохо не было, я смотрю, строительство идет. А если строительство идет в стране, значит, есть прогресс. Квартиры не дешевые, но кто-то их все покупает. Денег нет, но кто-то всех покупает. Я вижу, что дороги построились за 8 лет. Много дорог стало. Ну, не с такой скорости, как хотелось бы. И самое для меня приятное, это то, что народ не упал духом. Вот я думаю, что многие бы народы, другие бы уже упали духом. И сказали бы, черт с ним, будем русскими, хрен с ним. Вешайте этот флаг. Этот снимайте. Ну, уже устал бы народ от этого, от всего. Постоянно новые нет. Вы такие упертые, как сказать, я не знаю. И духом не падайте. И инвестиции сюда вводятся. Опять же, я обобщаю. Есть, конечно, те, которые уходят отсюда, есть, которые боятся. Разные люди есть. Но в основном я вижу, что народ не собирается отсюда убежать. Особенно, если ты едешь по Западной Украине. Здесь ты видишь эти хаты, эти села. Они никуда не собираются идти. Они здесь навсегда. Ну, вот почему я увидел украинцев в другом свете. В 2014 году, когда в Крыму принимали присягу, российскую, офицеры, курсанты, где-то 10-12 курсантов не сняли нашивки с себя и стояли и пели украинский гимн. Украинский гимн. Это чрезвычайно сложно для 19-20-летнего молодого человека, который привык и находится в группе, в монолитной группе, в роте, в полку. Придать это для него, это очень сложно. Давление на него. И вот эти вот 10 или сколько их там было, мальчишек, не пошли на это. У них был стержень, который говорил, это неправильно, мы остаемся украинцами. Один из них был русский парень. Его родители жили в России, но он остался предан присяге. И они стояли и пели. И вот я хочу сказать, что сегодня эти ребята командиры у вас. Прошло 8 лет, они командиры, они уже средние командиры, они уже опытные. И вот через таких людей, через таких командиров, они не пройдут. Они понимают, что они наткнутся на очень сильное, очень сильное отражение. Еще, что я заметил в украинцах, что вы ненавидите свою власть. Опять же, это очень схоже с израильтянами. Я видел это с израильтянами. Любая, какая бы у вас власть ни была, она плохая. Морошенко, Зеленский, следующий. Все они уроды, все они идиоты. Не знают, что они делают. Но вы обожаете свою землю. Вы привязаны к своей земле. И власти тоже этим пользуются. Они понимают, что за власть вы никогда не пойдете воевать. А вот за свою землю вы все пойдете. Опять же, я часто говорю, я много знаю ребят из Доброботов. И я их спрашиваю, а если сейчас опять пойдешь, опять он говорит, пойду. Они опять пойдут. Даже раненые, даже без ноги, без руки, без глаза. Пойдут. Опять пойдут. И я уверен, что они пойдут. Они не просто так говорят. Не за власть, а вот за эту хату, за это село, поэтому у вас территориальная оборона работает таким образом. Это не просто так. Это исторически так сложено. Это генетически так может быть сложено. Поэтому не похоже, что если Россия пойдет, если вот Путин вдруг что-то ему в голову ударит, и он скажет, двигайте войска к границам и переходите их, это будет последний гвоздь в гроб России. Россия развалится. Спасибо вам за беседу. Я желаю, чтобы в Америке был покой, порядок и процветание. И того же хотелось бы и нам. Спасибо вам. Мир дома вашему. Спасибо. Слава Украине. Спасибо. Спасибо. Спасибо.